Всем привет, доброе утро, добро пожаловать в новый влог У нас сейчас не так-то и рано, но я уже успела выгулять собаку Вот заварила себе кофе, включила компьютер, кое-что там поделала Дети с папой уже в бассейне Мне очень нравится то, что они сами по себе как-то перестроились Особенно Игнат уже перестал спать до обеда А просыпается около 9 часов утра Если слишком поздно пошел спать, то пораньше А то до того, как это произошло, приходилось ждать, когда ребенок выспится На выходных я всегда терпеливо ждала, не будила, чтобы дитё отоспалось за всю неделю Хотя мы ездили в детский сад на полдесятого У нас завтрак был полдесятого Я понимаю, что с сентября моя жизнь может круто измениться Потому что начинается школа у Захара и также у Игната Потому что Игнат идет в детский сад при школе Но они также носят и униформу, которую я еще не успела заказать Да, мы застряли здесь в Хорватии И мои документы все еще не готовы Я реально очень боюсь ехать через границу без документов Поэтому мы ждем и никак невозможно ускорить этот процесс И с одной стороны классно Застряли на море, а с другой у нас были уже другие планы Мальчики также должны были ехать в лагерь сразу по приезду домой Буквально и все, вы знаете, так плотненько перед началом школы Кстати, мамочки, как у вас со школой? Знаете ли вы, как это будет все проходить? Мне как-то сейчас смутно представляется все вот это Первый раз в первый класс Потому что я очень сильно сомневаюсь в том, что польские школы откроют Помимо этого мы догоняем их британскую программу Которую они начали чуть раньше Так как Захар присоединяется к ним только в первом классе А там начинается обучение чуточку раньше Также Захар продолжает учить английский Я вам рассказывала, как это все происходит в нашем случае Мы познакомились с Just School еще весной Сейчас они немножко поменяли название Но это та же школа английского языка Которая обучает деток онлайн То есть это очень-очень удобно Потому что где бы вы ни были Вы выбираете удобное для вас время И ребенка, понятное дело, вам не нужно никуда ехать Тратить на это все время Они, кстати, работают по всему СНГ У них есть разные программы для детей разного возраста 6 до 17 лет Вы можете или начать обучение английского Или подтянуть что-то по школьной программе Или подготовиться к экзамену Но я хочу вам сказать, что английский Это просто must have в наше время Потому что без него никуда Я даже когда пыталась устроиться на работу в Польше По приезду Меня никто не спрашивал Владею ли я английским языком Это уже просто как обязательный пункт Вот сейчас мы путешествуем В какие бы ситуации мы не попадали Вы знаете, что мы посещали и врача Хирурга зубного И по каким-то там вопросам с документами Всегда ты чувствуешь себя максимально комфортно Потому что все разговаривают на английском языке И это очень-очень удобно Так как ты можешь решить любую проблему Ты можешь обратиться к любому человеку И договориться без какого-то барьера И нет такого внутреннего страха Что ты едешь и ты абсолютно один Куда ты пойдешь, у кого ты что-то спросишь Потому что в Европе в основном большинство людей Разговаривает на английском Даже старшее поколение Там несколько слов Но самое необходимое Азы обязательно нужно знать А еще лучше знать английский На неплохом уровне Потому что это всегда дополнительный плюс Когда, например, будете устраиваться на работу И так далее В общем, я считаю, что язык И особенно английский Никогда не поздно начать учить А дети в раннем возрасте Очень быстро все схватывают И вот такие занятия, которые посещает Захар Длятся всего 40 минут Ребенок не устает И также он не чувствует, что это, знаете, как на экзамене Ты сидишь и ты просто весь скован Нет, он очень в такой расслабленной манере Общается с преподавателем И ему очень нравится Еще мне, как маме, очень понравилось то, что в Just School Не используют устаревшие методики обучения английскому языку Они больше придерживаются методик Кембриджа и Оксфорда Иду забирать Захарчика с бассейна Потому что у нас назначено занятие на 11 часов утра Видите, как удобно В отпуске вроде как Но все равно занятия не пропускаем Всю нужную информацию я продублирую в инфобоксе И также оставлю вам классный промокод Поэтому заглядывайте те, кому актуально А английский актуален всем Сейчас мы научим его ознакомиться с детками, да? Что он первое должен сказать? Вот он мальчика видит и девочку, они играются Что он должен сказать? Привет Привет, как мы скажем по-английски? Hello How many raffs? How many raffs? Жирафиков сколько? How many giraffs? How many giraffs? One, ага Two Two, окей Three Three Также я всегда могу зайти в личный кабинет в онлайн школе И посмотреть успеваемость моего ребенка И посмотреть успеваемость моего ребенка Но Захарка сегодня какой-то такой вялый И что-то мне не нравится его состояние Буду наблюдать Я уже, знаете, за несколько дней Могу определить, что с ребенком что-то происходит Я еще спрошу, ничего ли его не беспокоит Потому что как-то так его слишком спокойное поведение настораживает меня И я надеюсь, что все будет хорошо и нас не ждут новые приключения Хотя, учитывая нашу статистику в последнее время Я уже готовлюсь к чему угодно Я спокойно реагирую на все Вот так утро Обожаю это место Мы сейчас находимся в отеле Ну как, просто зашли сюда на террасу Но здесь довольно вкусный ресторан Отель называется Сланона И вид здесь захватывающий Каждый раз, когда мы бываем здесь Обязательно заезжаем Вау По дороге на юг заехали еще раз в Апати Потому что так и не наведались к нашим знакомым Сейчас Тома побежал за цветами И идем к ним на кофе Кто долго следит за мной, однозначно узнает этот вид Я тоже поделюсь своими контактами Это более бюджетные апартаменты Но посмотрите, какой вид спускаешься Внизу там есть пляж, но мы ездили в другое место И также очень красивые здания Там приятно погулять на набережной Вчера мы дозвонились в посольство Польское посольство здесь в Хорватии И нам сказали, что нужно подаваться на визу Мы заполнили быстренько все документы И нам сказали, что нужно несколько дней Чтобы получить, чтобы они как бы онлайн все там зарегистрировали И только в понедельник нам пришлось бы ехать 4 часа в одну сторону в Загреб Короче, ситуация такая себе А потом еще второй раз ехать за визой Чтобы ее приклеили в паспорт И обязательно нужно лично самому издавать документы И забирать их Или можно написать на кого-то доверенность Но это кто-то должен прийти с твоим паспортом А паспорт должен быть при мне за границей Короче, знаете, не самое приятное происшествие Но зато нам повезло Потому что мы ехали в сплит А это, скажем так, в одну сторону Ну просто там теряешь 2 часа, грубо говоря Но это не 4 часа в одну сторону, правильно? Поэтому мы на всякий случай перезвонили в посольство На следующий день, они говорят Ну мы там все проверим А потом перезвонили, говорят Приезжайте Так что мы очень счастливы, что не нужно специально ехать Потом уже на обратном пути в Польшу Мы заедем за визой И вот сейчас мы находимся в Загребе Мы, кстати, впервые в этом городе И через 2 минуты мы уже будем в посольство То мы тоже должны присутствовать Потому что свидетельства о браке у меня с тобой нет А кто-то должен подтвердить то, что мы женаты И он, как муж, тоже напишет заявление А теперь вы знаете всю правду, как мы на самом деле ездим Не так-то и спокойно Но за нами уже где-то 3 часа езды Поэтому в основном они ведут себя хорошо Мужчины Кто бы мог подумать, что посольство Польши Находится в огромном здании Такого современного формата Вот мы и приехали Делать мне визу в Польшу Капец Еще несколько часов, а возможно 15 дней Я получу свою визу, чтобы ехать домой Ехали-ехали и приехали Пойдем рассматривать новый дом Очень красивый обеденный стол Стеклянный Приятно то, что нас встретили вином Свежими цветами и фруктами Я предполагаю, что так для всех гостей Потому что мы абсолютно анонимно бронировали каждое жилье Вот там чуть дальше видите компактная кухня Я предполагаю, что есть все самое необходимое Очень симпатичное Вы знаете, что я люблю такие детали Кофемашина, чайник и тостер Между прочим, это не смек, а де лонги Зал Такое впечатление, что здесь реально кто-то живет Как будто мы приехали к кому-то в гости Вид я потом вам покажу Он, конечно, волшебный В зале все С одной стороны вот то, что мне нравится Но с другой стороны все совершенно по-другому То есть какие-то новые для меня нетипичные сочетания цветов Интересно так пожить в чуточку другой обстановке Это очень красиво Сейчас как раз закат солнца Но я уже представляю себе завтрак и обед здесь Есть еще и внутренний дворик И мы также можем пользоваться Мы живем на верхнем этаже А внизу родители хозяина То есть это такой двойной дом, можно сказать Но мы абсолютно отдельно от всех Здесь прихожая Зал, который мы с вами уже рассматривали Пойдем наверх Когда, конечно, с маленькими детьми То такая лестница может стать препятствием Какая красивая подставка под цветы По-моему, она из Икеи Алои Еще какие-то растения Здесь три отдельных спальных комнаты Вот это Первое, я думаю, что здесь Мы с Томаком будем спать Очень мне нравятся туалетные столики Вот такого плана зеркала Я все хотела заказать нам, похоже Но как-то не нашла, куда его пристроить Вот здесь сейчас смогу насладиться И посмотреть, насколько это удобно И буду ли я этим пользоваться Ванная комната с душевой кабиной Как-то, если вне дома, я всегда предпочитаю именно душ Все удобства Конечно же, тоже есть полотенце Интересно, вот дома я бы не додумалась Сделать такое сочетание синего, насыщенного, зеленого и голубого С белым По-моему, очень свежо, интересно и красиво Так, и третья комната Все они небольшие Но я не думаю, что нам здесь понадобятся большие спальни И здорово все-таки то, что есть какие-то тумбы и шкафчики Чтобы попрятать одежду Чтобы это все не висело В прошлом жилье, которое мы снимали Это немножко мешает Еще очень прикольные вот такие люстры Мы тоже хотели похожую в нашу спальню Но она у нас не поместилась Потому что невысокие потолки Ну и было бы странно, если бы это все крутилось над головой, когда спишь Ой, как здорово, мне очень нравится Помидоры ты нашел? Точно Немножко неухоженные, но все же есть Будем собирать А чего? Это у меня Томок, любитель такого Попросил местных посоветовать ему ресторан с бараниной С такой классной, вкусной Я, пожалуй, есть не буду Мне нравятся мальчики Только, мама, ничего мясного не заказывай После того, как увидели ягненка Такое сложно найти где-то в путеводителях Место называется Перлица Вы видите, с 1877 года Хоть это и не что-то эксклюзивное Но целая парковка машин в два ряда Чуть не померла со смеху Официант раскладывает такие белые, красивые, чистые бумажные салфетки Агнат сидит и говорит О, классно для рисования Я чуть не упала под стул Приветик, приветики Приветик, Зар, поставь, пожалуйста Это не то, что ты думаешь Да Я пью очень легкий напиток Называется он гамишт Это минеральная вода Газированная И белое вино со льдом В ресторане вот такой интерьер Кстати, интересное меню Но я не настолько голодна Поэтому я, наверное, ничего не буду заказывать Но для мальчиков что-то выбрали И Том их взял себе и днем Всем привет-привет еще раз Включение спустя несколько дней А сегодня еще приехала моя подруга С ребенком у нас было шумно Мы сами не могли наговориться И вот сейчас собираемся на ужин У меня до сих пор мокрая голова Но, наверное, я так и останусь Моя прическа не меняется здесь Потому что очень жарко И мне так удобнее, когда полосы собраны в пучок Мы едем на ужин в город Сплит Мы остановились не в самом Сплите Это очень красивый старинный город Мы там с Томиком были лет, наверное, 9 тому назад И все никак сейчас не можем добраться до центра Потому что очень жарко И это вообще на самом деле Одно из самых популярных направлений Туристических И чаще всего сюда приезжают семьями Потому что здесь очень классные пляжи Но если вы не любите гальку, даже мелкую То вы, к сожалению, наверное, не влюбитесь в Хорватию Если сильно заморочиться, то можно найти песчаные пляжи Но в основном здесь или камни, или галька Крупная и чуточку мельче В той части, в которой мы были ранее И также этим летом, месяц назад Это была Истрия Там такой более щадящий климат И вечером даже, можно сказать, свежо Туда лучше прихватить с собой джинсовую куртку Или даже кожаную Я в этот раз забыла Не знаю, как-то так быстро, наверное, собиралась Вот И, честно говоря, вечером иногда было немного прохладно И там такая коварная погода Если затянется дождь, то это может быть надолго А вот здесь пройдет буря И дальше будет очень тепло И также вечером здесь вот прям ощущается, знаете, такой горячий воздух Поэтому очень классно можно посидеть на террасе Или где-то на свежем воздухе, в кафе Погулять по набережной И в самом легком платье вы точно не замерзнете И некоторые говорят, что без кондиционера здесь вечером плохо У нас в комнате здесь его не оказалось Я теплолюбивый человек, поэтому, в принципе, для меня только плюс И как-то вот даже на берегу моря Они так сильно ощущаются, вот эта жара Поэтому нет такого, что прям не выдерживаешь Ну, тут уже кто что любит Но мне больше по душе все-таки Истрия Если меня спросить уже, что ты любишь больше То Истрия, она такая прям Я вам говорила, это итальянская часть больше Вот если бы вы меня спросили, что мне больше по душе То однозначно Истрия, потому что я огромная фанатка Италии И там раньше была исторически Италия Поэтому там все-таки ощущается вот этот дух А здесь чем-то даже напоминает Крым Вот, и природа, и климат И также постройки И здесь, к сожалению, или к счастью Много коммерческих каких-то таких заведений Сложно найти хороший ресторан И также очень-очень много разнообразных апартаментов То есть запросто можно найти не дом Не обязательно с бассейном А какие-то апартаменты для двоих, для троих, для четверых И так далее Можно снять там половину, например, какого-то дома С общим бассейном вариантов есть масса Как на букинге, так и на других каких-то сайтах Но мы все ищем через букинг Вот та вилла, в которой мы были в прошлый раз Она вот как-то, знаете, ну классно, что на море И все, поэтому грех жаловаться Я вообще очень рада, что мы приехали Но вот от души в прошлый раз Я прям очень сильно советовала вам места Помимо кемпинга Это просто не мой вариант отдыха Но сам кемпинг очень-очень интересный глэмбинг Вот, если уж совсем по-точному И эти виллы вот в сплите Классная Вот та, в которой мы были на Истрии в этот раз Ну так себе, я бы второй раз туда точно не вернулась Есть какие-то моменты, которые просто могли бы быть лучше за такую цену Вот, мы были в нескольких местах Не только в этом году И по сравнению с другими, конечно, хромает Хромает Рассказываю вам по-честному, как есть Что касается количества людей То на Истрии их однозначно меньше И здесь всегда прямо толпы туристов И даже во времена короны Все равно приезжих довольно много В основном это поляки, это немцы И также хорваты Часто можно встретить номера из столицы здесь В которую нам еще предстоит съездить снова Я подала все документы на визу И теперь жду Я также получила ответ Из того учреждения, которое выдает Виды на жительство И они сказали, что можно было бы отправиться в полицию И взять справку И с этой справкой надеются на то, что Я попаду на какого-то адекватного человеческого пограничника Но так как все стараются наилучшим образом выполнять свою работу Может кто-то не захочет рисковать, скажем так Или вообще просто будет в плохом настроении Или еще что-то Или бывают разные люди, знаете И скажет нет и все Нет визы, нет документа, до свидания Едите, оформляйте Поэтому мы решили вот таким способом Кто-то говорил, что можно там договориться Но вы знаете, я боюсь Я не такой человек Я никогда в жизни не давала никому взятку И я бы, наверное, посинела, позеленела Провалилась бы сквозь землю Не дай бог загреметь, например, куда-нибудь в тюрьму за такое Или еще что-то Вот оно мне надо Поэтому мы решили сделать все таким образом Как нам посоветовали в посольстве Вот мне часто также говорят Оля, почему ты не оформишь себе гражданство? Я много раз отвечала на этот вопрос Я не могу иметь двойного гражданства И также в моем случае это связано с большими финансовыми потерями И сложностями в будущем Поэтому я не собираюсь отказываться от украинского Вид на жительство вполне себе меня устраивает Я даже переживала, кто меня спасет, кто мне поможет в такой ситуации Потому что я как бы, ну я имею права в Польше Нельзя так говорить, что у меня вообще нет никаких прав Если у меня нет гражданства Но, как видите, поляки не бросили меня в сложную минуту Принялись помогать, причем очень-очень быстро И нам не задавали никаких вопросов Нам никто не говорил, как можно было посеять документы и так далее Поэтому обещали помочь быстро В крайнем случае, в принципе, я даже не возражаю Если я здесь застряну на 15 рабочих дней Потому что визу оформляют не так, как хочется консулу Вне зависимости от сложности ситуации А просто у них есть автомат, который как бы выдает поочередно задания консулу, послу И там уже на месте решают, дать визу или нет И поэтому какая очередь, сложно сказать Это никто не может проверить Поэтому отдыхаем в Хорватии, если что, до сентября Сегодня из-за сильной жары я пропустила обед Позавтракала только творожком Я очень-очень сильно хочу есть Один факт обо мне Я обожаю свежий инжир Покупной, кстати, не очень тот, который привозят А вот когда где-то на югах То это вообще прям любовь Сухой я, кстати, тоже крайне редко ем Вот так, чтобы с дерева Это в моей жизни Третий раз такое случается Посмотрите, какой он спелый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То, что мы всегда здесь едим Это кальмары Можно взять во фритюре А можно вот такие на гриле Также типичное хорватское блюдо Это картофель отварной со свеклой Это листья свеклы вот этой, кормовой такой И они как-то немножко это все отваривают Солененькое и подают с лимоном, да, кальмаром Приятного аппетита Сегодня ужинаем в сплите, как я вам и говорила А вы знали, что здесь в сплите частично снимали Игру престолов Еще в Дубровнике Конечно, в других местах Но вот такой интересный факт о сплите Вот это да Вот это когда-то строили Такой открытый купол Вау Очень здесь симпатично И между такими старинными зданиями Находятся кафе и рестораны А мы, чтобы не потерять детей И купили им вот такие шарики Разводила для родителей Здесь также есть ресторан Куда приносят вот на ступеньки Разные напитки Мы заказали вино Очень классно, я вам говорила С минеральной водой Ну и дети будут пить просто воду даже Здесь можно присесть И насладиться еще и живой музыкой А дети нашли эти пробки Бросают их Такую игру себе придумали Очень красиво, но слишком много людей Поэтому я не могу снимать Можно следить за детьми И именно из-за количества людей Мы убегаем домой Как будто здесь отменили вирус Стараюсь не носить с собой камеру на пляж Но вот прихватила один раз Значит, смотрите, такая галька Меньше в Хорватии я не встречала Как видите, людей в воде немного На пляже чуть больше Мороженое съели Вкуснейший кофе со льдом И вот здесь рядышком есть еще очень прикольный ресторан Бар И также совершенно другой пляж В другом стиле И, кстати, вход на все пляжи Хорватии Абсолютно бесплатный А теперь покажу вам, где мы останавливались много лет подряд Это то место, куда Томак попал практически случайно со своим другом И уж так повелось, что мы сюда приезжали реально до того момента Пока я не узнала, что беременна Игнатом То есть мы здесь были последний раз 6 лет тому назад Я помню, как мы еще приезжали сюда с маленьким Захаркой Я вставала с утра пораньше Томак носил его на руках по очереди с Михалом Готовила завтрак ему И также суп обязательно Раз в два дня Все в судочке с собой В контейнеры И потом в ресторанах мы просили, чтобы это подогрели Сейчас мы едем вниз на пляж Потому что хотим взять катамаран, покататься И, кстати, здесь еще такая интересная погода В основном здесь жара Пекло невыносимое Но вот если раньше как-то 10 лет все равно было То сейчас ты ходишь Где кондиционер? Ситуация такой И здесь больше развлеку Для детей здесь детям более интересно на пляже Там или на береговой линии Когда вечером идешь на прогулку Больше, короче, коммерции Кому-то это нравится, кому-то нет Ну, вот такая ситуация Сижу, сторожу этого Сибоба Томека Его скутер подводный Ну, не его, а другая, я вам говорила И это довольно проблематично Потому что он весит 50, а может даже 60 килограммов То есть нужно где-то припарковаться Донести его до моря А если не донести, то оставить Чтобы кто-то посидел, посторожил Потом ехать куда-то припарковать машину И быстренько бежать к морю И точно такая же процедура Чтобы его обратно погрузить в багажник Я, честно говоря, не знаю, такой ли это кайф Чтобы тащить его из Польши Он занимает одну треть багажника Потом в отель, с отеля, в багажник, с багажника Боишься оставить в машине Чтобы не сперли машину вместе с этим прибором Поэтому классно было бы где-то это арендовать На берегу моря Но мы нигде ничего подобного не видели Сидим тут с Игнатом Он уже в боевой готовности Кто говорит, что в ластах невозможно отходить? Если вы думаете, что на этом наши приключения закончились То как бы нет У Захара простыло ухо И мама по-быстрому записалась к педиатру У Макарской согласился нас принять через 30 минут Поэтому мы ждем в очереди Потому что капельки без назначения доктора Купить нельзя Нашли адрес в гугле Оказалось, что это в трех минутах от нас Поэтому быстренько попросили нас принять И вот ждем Гляньте, как здорово на небольшом причале Расставлены столики от ресторана Я бы тоже так хотела поужинать Но с детьми это практически нереально Идем еще прогуляться по Макарской После визита у доктора И домой Честно, на набережной мало что изменилось Даже кафешки остались теми же Днем здесь довольно много людей И в основном с детьми сидят здесь В этой части пляжей Макарской Здесь мелкая галька И очень-очень много места в тени Все-таки Макарская, наверное, самое интересное Для такого семейного отпуска И отпуска с детьми Классный этот городок Макарска Но слишком много людей Поэтому мы решили не рисковать И едем обратно домой Это вот старый центр города Какая-то сцена строится, наверное, к выходным Держим еще искать открытую аптеку И домой к Микусе Гляньте, какую странную систему лечения уха нам назначили Во-первых, прием антибиотиков Набирается в шприц такой специальный дозатор И пьется антибиотик Далее бифидобактерии Тоже у нас таких я не видела Во всяком случае, давно, наверное, мы ничем таким не пользовались Тфу-тфу-тфу Они в бутылочках И за раз выпивается целая бутылочка У нас обычно они в капельках В ушко капается вот такой антисептик Он так и называется Вот Это не какой-то лечебный препарат А ухо само смазывается мазью Тоже с антибиотиком Набирается на вот такую палочку И аккуратно смазывается ухо Я серьезно Немножко обалдела Доктор рассказал И в аптеке мне еще раз все подтвердили Поэтому у нас теперь новое занятие Ни дня без каких-то происшествий Вы себе не представляете, как классно все сложилось Потому что сегодня четверг Завтра пятница Завтра тот день, когда мы планировали уезжать из Хорватии И мы слезно просили в посольстве, чтобы визу выдали до 14-го числа Сегодня после обеда, в четверг получается, 13-го Я позвонила и спрашиваю Может готова моя виза? Говорят, да, готова, но еще не распечатана И сказали завтра до часу дня приехать Они ее распечатают, приклеят И завтра вообще у них как бы неприемный день Но сделают такое исключение Я несказанно рада А мы приехали в совершенно не туристическое место На еще один закат У нас терраса У нас Как будто это действительно у нас Из того дома, который мы арендуем Тоже прекрасно видно, как садится солнце Но мы просто захотели быть еще ближе к морю И Томак ездил, он всегда Не может сесть на месте Выискивая что-то новое Может долго ездить на машине, чтобы найти тот самый классный пляж Давай, собираем камни Наш псевдоаквариум Где одна рыбка Вот, надеюсь у меня ничего нет в зубах Потому что мы только что ели пиццу Привезли ее с собой Так как здесь нет ни кафе, ни ресторана И вот ждем, когда сядет солнце Ну как ждем? Наблюдаем Это очень-очень красиво Пожалуй, здесь самые красивые закаты Которые я видела этим летом Надеюсь, что вам с нами было интересно Микуся, как видите С нами путешествует Вот, конечно, мы не хотели ее оставлять ни с кем И по возможности всегда будем брать с собой Единственный момент, который нас немного волнует В плане поездок Это лыжа Если мы поедем отдыхать и кататься на лыжах Вот тогда вопрос, куда девать Микуся Но пока что мы не заморачиваемся Я думаю, что реально нужно найти какое-то место Где собака тоже могла бы отдыхать с нами Водная ящерица? Да Даже не знаю, как она выглядит В общем, я, как обычно, разболталась Сначала за здравием Закончила, сами знаете как Все, на этом будем прощаться Не забывайте поставить пальчик вверх Если вам было интересно Если вам понравилось то, о чем я снимала Если это было увлекательно, познавательно И просто вы получили какую-то положительную энергию от этого ролика То мне будет приятно получить от вас поддержку В качестве пальца вверх и комментариев Прекрасного вам завершения лета А мы с вами увидимся совсем скоро Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok